Спасибо вам большое. У меня сегодня два очень приятных события. Мне утром вручили орден. Государственная награда у меня наградил президент Путина. А сейчас я встречаюсь с вами. И что еще удивительно, рассказывать должен о приятном событии, что со мной практически не случайно. Реже, чем мне ордена дают. Я всегда рассказываю о грустном, о трагическом. А сейчас в порядке исключения о позитивном событии, о создании государства Израиля. Но ни 70 лет назад, когда появилось еврейское государство в Палестине, ни сто с лишним лет назад, когда Теодор Герцель написал книжку «Еврейское государство», на самом деле никто не верил, что пройдет время, и мы будем отмечать уже такую большую годовщину существования государства. Но я думаю, что тогда, еще когда 20 век не наступил, и австрийский журналист Теодор Герцель написал книжку «Еврейское государство», он был единственный, кто полагал, что это возможно. Хотя на следующий год в Базеле собирается Всемирно-еврейская организация, Всемирно-сессионистская организация. И, кстати, вокруг этой базельской встречи ходит множество слухов, что будто бы именно там были приняты протоколы сионских мудрецов, и вы найдете множество людей, которые уверены, что это происходило именно там. Но эта конференция в Базеле проходила при огромном стечении журналистов. Каждый шаг участников этой конференции, каждая минута, проведенная имитами, там тщательно фиксировался. И протоколов сионских мудрецов там не было, и никто их не принимал. А вот вопрос о том, что делать, и можно ли действительно создать еврейское государство, куда евреи после стольких столетий рассеяния могли бы вернуться, он действительно обсуждался в те годы. И поначалу идеи звучали самые необычные, а может быть, на территории Африки, там, где сейчас находится современная Уганда, а может быть, на острове Мадагаскар. И когда ты сейчас читаешь, вот я недавно читал том Зеева-Жаботинского, скажем, люди обсуждали это всерьез, и многие говорили, нельзя отказываться. Нельзя отказываться, потому что впервые сделано какое-то практическое предложение. Если мы сейчас откажемся, нам больше никогда ничего не предложат. И в этом какой-то тоже был резон. Но я с ужасом думаю о том, что если бы и в самом деле на территории Уганды попытались бы создать еврейское государство, что бы там потом произошло. Кто помнит, в Уганды долгое время руководил Иди Амин, чудесный персонаж современной истории. Все изменила Первая мировая война, потому что Палестина находилась под управлением, была частью халифата, частью исламского халифата того времени, находилась под управлением турецких властителей. Против турецких властителей воевали страны Антанты. Сражения были очень тяжелые и кровопролитные. Каждый шаг давался с боем. Еврейские добровольцы участвовали в этих боях на стороне британской армии. И тем самым Великобритания ощущала свою признательность. Это первое. Второе. Вообще к концу войны обсуждался вопрос о том, а что делать с этим халифатом? И было принято решение расчленить его на национальные государства. Что и было реализовано. Ирак, Сирия и множество других государств были сооружены на обломках этой самой Османской империи. И, не знаю, там Ирак, скажем, не существовал 300 лет. Но иракцы вовсе не возмущаются тем, что великие державы создали это государство из трех велоедов, бывшая Османская империя или Сирия была создана. Они тоже не возмущались по этому поводу. Как они будут потом возмущаться по поводу создания великими державами еврейского государства в Палестине. Но на самом деле, я думаю, что главным были события в декабре 16-го года, когда британское правительство возглавили два человека, сыгравших ключевую роль в этой истории. Премьер-министром стал Дэвид Ллойд Джордж, а министром иностранных дел Артур Бальфа. Они были оба очень религиозными людьми. Луи Джордж говорил, да я знаю израильских царей лучше, чем британских королей. Он пережил трагедию. У него погибла дочь, и это настроило в еще более религиозном смысле. А у лорда Бальфора от Тифа умерла любимая женщина. Он больше никогда не женился. Его хозяйство вела его с сестрой. Он тоже испытал трагедию. Это тоже настроило еще больше в религиозном смысле. Они были очень набожными и считали, что создание еврейского государства в Палестине есть исполнение библейских заветов. И что они обязаны это сделать. Эти два человека и настояли на том, чтобы британское правительство приняло осенью 1917 года заявление о создании еврейского национального очага в Палестине. Известие. Это было в форме письма руководителя британской сионистской организации. Оно было опубликовано в британских газетах 8 ноября 1917 года одновременно с сообщением об Октябрьской революции в Петрограде. Были два важных события. Но еврейский национальный очаг – невероятная формула. Можно отдать должное тем, кто ее придумал. Что это такое на самом деле? Что это? Культурная автономия или собственное государство? Это же не было определено. Хотя на самом деле все не так просто. Дело не только в заявлении британского правительства, который тем самым принял на себя определенные обязательства. Лига наций, предоставив Британии мандат на управление Палестины, записала ей в обязанность создание еврейского национального очага. Лига наций – это на всякий случай для молодых людей предшественница организации объединенных наций. Соединенные Штаты, Конгресс Соединенных Штатов проголосовал против вступления в Лигу нацию, принял специальное заявление, поддерживающее решение Лиги нации о создании еврейского национального очага в Палестине. То есть это было не просто желание британских правителей хотим сделаем, хотим не сделаем. Это была возложена на них обязанность. Но война закончилась. Война закончилась. Обязательства перед еврейскими солдатами, сражавшимися в рядах британской армии, уже стало забываться. Послевоенные годы были тяжелыми для Великобритании. И, кроме того, он не хотел создавать еврейское государство. Думаю, по двум причинам. Во-первых, стало ясно, что арабское население категорически против арабов много, евреев мало. Во-вторых, британским колониальным администраторам не понравились евреи. И можно понять, почему колониальный администратор прибывал с Юга Африки или из Индии. Он привык к тому, что туземцы кланяются молча или ползут на коленях. А вы знаете евреев? Разговаривают, задают вопросы, иногда неприятные, предлагают свои решения, предлагают обсудить, не понимают, почему поступают так или иначе. Короче говоря, британским колониальным администраторам еврейское население в Палестине не понравилось. И идея создания национального очага фактически умерла. Вот и того. Британское правительство сделало все, чтобы евреи, которые хотели поехать в Палестину, не могли туда уехать. Ужас этого решения стал ясен, когда в Германию к власти пришло нацистское правительство. Когда началось уничтожение еврейского населения, выяснилось, что люди могли бы бежать в Палестину, но британцы не давали им такой возможности. И это ответ, это вина за это лежит, конечно, на британских администраторах. Вторая мировая. Во Вторую мировую участвовавшие в антигитлеровской коалиции страны делали все, чтобы как бы не замечать уничтожение евреев. По той причине, что это был ключевой мотив нацистской пропаганды. Вы сражаетесь за евреев. Поэтому все правительства антигитлеровской коалиции делали все, чтобы нельзя было заподозрить их в том, что они сражаются за евреев. Одни не верили в то, что на территории оккупированной немцами действительно происходит массовое уничтожение евреев. Член Верховного суда Соединенных Штатов Феликс Франкфуртер. Когда к нему приехал человек и рассказал о том, что там происходит, сказал, «Вы знаете, ну это просто не может быть». Ему, живущему в Соединенных Штатах, это с головы не приходило. Поэтому правительство воюющих держав очень мало что сделает, чтобы спасти еврейское население, подвергавшееся методичному уничтожению на всех оккупированных территориях. Но вот когда война закончилась, ситуация изменилась. Во-первых, увидели, что происходит в лагерях. Я много смотрел хроники, на которые американские офицеры оказываются в лагерях уничтожения. Они действительно были потрясены. Они точно не представляли себе, что это могло быть на самом деле. Это видно по лицам. Второе, огромное число евреев, которые Гитлер не успел уничтожить, оказались на положении беженцев. Им некуда было возвращаться. Они не хотели возвращаться домой, потому что они должны были вернуться туда, где находились люди, которые их предавали, сдавали и убивали. Я совсем маленьким был. Мы с папой поехали в Юрмалу. Ну, там такие условия были не очень. Мы в баню ходили. И там какой-то пожилой джентльмен к нам подсел и стал расколен. Коренной рижанин. Ну, говорит, началась война, ушел в Красную армию. Потом вернулся, вся семья уничтожена. Соседка говорит, как здорово, что вы вернулись. А потом, говорит, не раскалена, нашу семью-то и сдала. Возвращение большого числа еврейских беженцев было невозможно. Эти люди не хотели возвращаться туда, где их убивали. Я уж не говорю о том, что творилось на территории Польши. Где убивали евреев без всяких немцев. Где еврейские погромы происходили уже после того, как Третий Рейх прекратил свое существование. Эта история описана несколько лет назад. Тогдашний президент Польши Александр Квасневский поехал в ту деревню, где были люди сожжены и уничтожены. Преклонил колени и извинился. Сейчас его отдали бы в Польше под суд. Я думаю, вы знаете, что в Польше придет только что закон, запрещающий обвинять поляков в суучастии уничтожения евреев. Но это было на самом деле. 200 тысяч польских евреев не хотели оставаться там, где их уничтожали. И куда их девать? Это была проблема, которую должно было мировое сообщество решать. Не очень хотелось. Не очень хотелось, потому что и страны-победительницы вышли из войны в тяжком положении. Британия испытывала... Британия была, пожалуй, даже хуже, чем в военные годы. То, что в послевоенные годы были проблемы с продовольствием. Была очень холодная зима, они мерзли. Там несколько месяцев не было отопления. Франция вообще же перестала существовать как государство. И фактически в годы Второй мировой войны, и после войны они были заняты собственными делами. Соединенные Штаты спешили закончить со всеми европейскими делами. Рузвельт, когда еще был президентом Рузвельтом, сказал, обращаясь к европейским правительствам, не заставляйте нас послевоенной заниматься европейскими делами. Едва закончилась война, американские войска немедленно вернулись домой, шла демобилизация. Американцы старались забыть о европейских делах. Поразительным образом. Именно в этот момент на помощь сионистам пришел Советский Союз. Отношение к сионистам при советской власти было сложным. Ну, во-первых, давайте скажем так, что еврейское население попало в Россию после того, как Екатерина поделила Польшу, и немалая часть польской территории стала частью Российской империи вместе с евреями. Появление которых было неприятным сюрпризом. И сейчас-то небольшая радость, а уж тогда точно. Люди говорят на своем языке, молятся своему Богу, одеваются по-другому, выглядят очень странно. Поэтому было принято решение правительства, чтобы евреи носили обычную одежду и каким-то образом интегрировались в российскую жизнь. Но возможности интеграции были ограничены. Государственная служба закрыта. Военная служба практически закрыта. Удивляется, почему нет евреев-земледельцев? Да потому что землю запрещено было продавать евреям. Как можно было работать на земле, если они продают землю? Почему нет евреев-рабочих? Да потому что заводы были в городах, а в городах жить запрещалось. Огромное еврейское население. Оставалось всего несколько видов деятельности, которой они могли заниматься. Ну, не могли бы все стать писателями? Хотя много было. Отсюда какая-то мелкая торговля, что-то еще жалко. Поэтому в представлении многих львов, торгаши. А чем еще было кормиться людям, которым все остальное запрещали? Правительство. Российская империя хотела, чтобы евреи интегрировались. Но молодежь стала интегрироваться. Большое число еврейской молодежи. Ну, раз вы хотите, они стали учить русский язык, стали получать образование, стали воспринимать Россию как свое государство. И все виды несправедливости стали болезненно переживать и шли в революционер. Это вызвало уже другое возмущение. А что вы ввязываете? Что вы тут в наши дела лезете? Принято считать, что Октябрьская революция во многом осуществлена евреями, что евреи были счастливы в революции. Это не так. Это совершенно не так. Еврейская среда очень по-разному воспринимала революцию. Было какое-то количество. В основном молодежи, которые действительно поддержали большевиков. Ну, как мой дедушка, который вступил в Красную армию, в партию и брал Крым. Потому что им казалось, что большевики выражают идею справедливости и равенства. И, конечно же, надо их поддержать. Но огромное число людей было против, потому что революция разрушила еврейскую жизнь. Гонением подвергались все церкви. Еврейская тоже. Жизнь рухнула, развалилась. Поэтому очень многие евреи вовсе не были рады революции. Я уже не говорю о том, что пережили евреи в годы Гражданской войны. Когда еврейские погромы проводились решительно всеми участниками Гражданской войны. Просто всеми. Конечно, особенно усердствовали по этой части. На Украине. Самые страшные еврейские погромы происходили на Украине. Конечно, больше всех усердствовали и партизанские командиры, типа Григорьева или Махно. Ну и Белая армия тоже запечатлела себя в истории по этой части. И Красная армия тоже. Ты когда читаешь сейчас документы особых отделов, то есть военной контрразведки, Красной армии, ты видишь там тоже самые еврейские погромы. До справедливости, конечно, надо сказать, что еврейские погромы были частью общероссийского погрома. Революция и Гражданская война была катастрофой для России. Масштабов, которые мы по сей день не понимаем. Не Вторая мировая, с моей точки зрения. Хотя Второй мировой погибло больше. А Гражданская война была главной катастрофой, которая пережила Россию и которая изменила ее исторические боли. Но большевики, во всяком случае, поначалу объявили войну антисемитизму. И это в тот момент Советская Россия была единственным государством, где на государственном уровне действительно велась борьба с антисемитизмом. В 1923 году будущий первый премьер-министр Израиля Дэвид Бенгрион приезжает в Москву на сельскохозяйственную выставку с грузом сухофруктов, еще каких-то фруктов. И он потрясен тем, что он видит. Он же не знает, что будет потом. Отношение к сионистам, то есть к людям, которые считали, что евреи не должны ассимилироваться, не должны принимать участие в делах той страны, где они оказались, а должны всеми силами стремиться к возвращению в Палестин, у большевиков было сложно. С одной стороны, они как бы идеи сионистов противоречили коммунистическим идеям, с другой стороны, в общем, ничего опасного в них не видели. Сейчас в нашем распоряжении письма главы госбезопасности Феликса Дзержинского, который, обращаясь к своим подчиненным, написал, о чем мы, собственно, придираемся к сионистам. У нас с ними нет никаких противоречий, нет с ними никаких проблем. Тем не менее, еврейские партии на территории Советского Союза, как, собственно, и все остальные партии, прекратили свое существование. И коммунбунт, который влился в ВКПБ и по Алицеону, то есть рабочая сион, вполне себе социалистическая партия прекратила свое существование. Но поначалу особенно были созданы чисто еврейские структуры, которые должны были заниматься обустройством жизни еврейского населения. Подотдел в Наркомате национальности, я первым наркомом был Сталин, подотдел в Центральном комитете партии еврейские секции в различных губкомах. Они до 30-го года существовали. Потом возникла идея дать возможность евреям получить свою автономию на территории Советского Союза, где евреи, наконец, смогли бы заняться всеми видами труда, в том числе и сельскохозяйством. Так возникла еврейская автономная область в Биробиджане. Я, кстати, совсем недавно там побывал, но у меня, конечно, произвело сильное впечатление. Это, наверное, единственная территория, где слово «еврей» не звучит как «бранное». Там это как «нормально» звучит. «Евреи» – это нормально. Пока там отвели меня в старую синагогу, заходим. На полном доме, жалкий, крохотный, сидит множество молодых людей из ПТУ. Им рассказывают, что это такие евреи вообще. Они слушают с интересом нормально. Это вот местные русские молодые, ну, неважно, не евреи, короче, не еврейские молодые люди, которых привели туда поговорить. Нормальное дело. Но вот это вот «нормальное дело» у нас осуществляется только на территории еврейской автономной области. И в какой-то момент сама мысль о том, что где-то на территории земли создается еврейская автономия, произвела колоссальное впечатление. Даже из Палестины какое-то число поехало. И видел там документ Шторгбюро ЦК о приеме 85-ти. Это было написано «Единоличников кустарей из Палестины». Из Палестины поехали в Биробиджан строить там новую жизнь. Я читал книгу одного левого публициста еврейского, который писал «Да, евреи повторяли эту фразу в следующем году в Иерусалиме!» «Нет, в следующем году в Биробиджане!» И не искренне в это верили. Множество людей поехало туда. Ну, туда, я скажу, и сейчас добираться при наличии авиационного транспорта не очень близко. В те времена довольно было далековато. Поэтому, в общем, не получилось то, что было задумано. Но в годы войны советские властители вспомнили о том, что есть евреи. Вспомнили по той причине, что в Соединенных Штатах политика формируется общественным мнением. И очень важно было произвести впечатление на общественное мнение, чтобы Соединенные Штаты оказали большую помощь, чтобы они ускорили открытие Второго фронта. Поэтому был создан, как вы знаете, еврейский антифашистский комитет вместе с другими антифашистскими комитетами. В 1943 году Слабун Михайлович, выдающийся артист, народный артист СССР, как и государственно-еврейский театр, председатель еврейского антифашистского комитета вместе с Фефером отправились в Соединенные Штаты, где они выступали. И их приходили послушать. И они, конечно, сыграли важную роль в мобилизации американского общественного мнения в пользу поддержки Советского Союза. Это все имело колоссальное значение. Но на этом все могло бы и закончиться, когда завершилась Вторая мировая война. Но удивительным образом Сталин проявил интерес к сионистам. Сталин поддержал сионистов и сделал все, чтобы еврейское государство в Палестине появилось. Почему? Это кажется таким странным, потому что одновременно с внешней политикой, направленной на создание и поддержку еврейского государства в Палестине, внутри страны будет проводиться злобная антисемитская кампания. И это кажется какой-то шизофренией или раздвоением личности. Но это не так. Просто ясно попытаться понять, что двигало Сталина. Конечно, когда речь идет о нем, у нас всегда возникает проблема. Мы должны пытаться восстановить его логику. Я не знаю, было ли когда-нибудь его жизни люди, с которыми он был откровенен. Может, когда-нибудь в детстве, но их давно нет. Он никогда не высказывал откровенно свои мысли, ни с кем никогда не делился и ничего не заносил на бумагу. Мы можем только пытаться реконструировать ход его мысли по тому, что он делал. Почему он счел для себя разумным поддержать создание еврейского государства в Палестине? Я думаю, по двум причинам. Первая. Это была антианглийская акция. А если лицаренович ненавидел англичан еще с того момента, как британское правительство практически единственное из стран Антанты реально поддержало белое движение? Потому что у нас, конечно, красиво эти фразы произносили. Ленин когда-то сказал, что мы одержали победу в гражданской войне. Мы одержали победу не только над белым движением, но над 14 странами Антанты. На самом деле, практически, практически, помощь белому движению оказали только британцы. И то недолгое время. И ненависть к Великобритании в советском, большевистском руководстве была очень сильна. Британцы были категорически против создания еврейского государства в Палестине. Значит, создать такое государство, нанести британцам удар. Это был важнейший мотив для Сталина. Но Дума был и второй. Дума был и второй, не менее важный, может быть, еще более важный. Мне кажется, он видел в будущем Израиле нечто такое, что он перед войной пытался создать в Испании, в республиканской Испании, которая фактически управлялась советскими советниками. Ему, видимо, и рисовалось будущее еврейское государство как некий такой непотопляемый авианосец будущего советского флота в этих краях. он исходил из того, что сионистское движение очень левое, почти коммунистическое, или во всяком случае об этом все говорили. Оно, это движение, будет ориентироваться на Советский Союз, и это создаст новую ситуацию, такую геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке. И тут люди моего поколения есть, они, наверное, помнят Андрея Андреевича Громыка, который 28 лет был министром иностранных дел Советского Союза, с неулыбчивым лицом почти никогда не шутил. Мне известны две шутки. Про одну мне рассказал его сын, говорит, папа приходит однажды с работы, смотрит на нас с мамой и сестрой загадочно, и говорит, а что было до сотворения мира? Мы, говорит, задумались, он выждал Павел, госплан. А вторая шутка, вторая шутка была лучше. Были переговоры с вьетнамским премьер-министром Фао Ман Донгом, вьетнамцы попросили объявить перерыв, Андрей Андреевич был в расслабленном состоянии, вдруг говорит, а знаете ли вы, что такое обмен мнениями? Все заинтересовались. Он говорит, это когда товарищ Капица, этого заместителя был по Дальнюю Востоку, приходит ко мне со своим мнением, а уходит с моим. Все захотали, а Капица был такой, человек самолюбил, говорит, Андрей Андреевич, ну ведь бывает же и по-другому. Горобек в него посмотрел, сказал, очень редко. Вот Андрей Андреевич запомнился нам как человек, мало улыбавшись, и репутации не было, господин нет, потому что он действительно практически всегда голосовал против. Но один раз в жизни он проголосовал за, он не просто проголосовал за раздел Палестины и создание там двух государств. Он произнес две речи, поддерживая идею создания еврейского государства в Палестине. И поверьте, ни один сионист не произносил столь убедительной и красноречивой речи. Он произнес их две, когда никто этого не ожидал. И он говорил не только о том, что мир в долгу перед людьми, которых уничтожали немцы, и не только о том, что сотни тысяч беженцев не имеют никакого приюта, и те государства, которые допустили их уничтожение, обязаны сейчас предпринять что-то для устройства их жизни. Он говорил о том, что евреи имеют право вернуться в Палестину исторически. Это было самое важное, что он сказал. Никто в мире не ожидал такого заявления от советского представителя. Организации Объединенных Наций была тогда мала, в них было не так много стран. У Сталина было пять голосов. Вот почему. Во-первых, голосовали за него будущие социалистические страны, а у него самого был не один голос, а три. Потому что по его настоянию в Организации Объединенных Наций вообще говоря, конечно, нарушение всего и все, были приняты Украина и Белоруссия. Поэтому Сталина было пять голосов, что имело колоссальное значение. Но главное было не только в голосах, сколько в самом факте этих заявлений. Судьба Ближнего Востока, судьба Палестины, судьба еврейского народа Палестины, судьба Израиля зависела, конечно, от великих держав. В пятерку постоянных членов Совета Безопасности, как вы помните, входит Советский Союз, Китай, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция. Китай, находившийся под управлением Чанкайши, в общем, очень мало интересовался Ближнего Востока. А Франция ничем не интересовалась, кроме собственных дел. Великобритания была категорически против ни за что. И против были Соединенные Штаты. Весь американский истеблишмент был против создания еврейского государства в Палестине. Сейчас это может показаться странным, но это было именно так. В первую очередь ключевые фигуры в американском истеблишменте. Государственный секретарь Джордж Маршалл, выдающийся военачальник, человек, который создал американскую армию. Он принял командование сухопутными войсками в 1939 году, когда численность сухопутных сил Соединенных Штатов составляла 200 тысяч человек, и она занимала место между Болгарией и Португалией. Через несколько лет Соединенные Штаты обладали мощной армией. Он принял армию, в которой было пять танков, и на маневрах использовались деревянные оружия. Не было оружия. Через несколько лет Соединенные Штаты производили больше оружия, чем все остальные державы вместе взяты. Это был результат его деятельности. Генерал-маршал человек, обеспечивший победу на американских войсках на Дальнем Востоке в боях с японцами, в Италии в боях с немцами и при высадке в Нормандии во Францию. Кстати говоря, награжден орденом Суворов был. Сталин был о нем высокого мнения. Однажды сказал, что я доверяю маршалу как себе. Генерал-маршал. Генерал-маршал по просьбе тогдашнего президента Соединенных Штатов Гарри Трумэна стал государственным секретарем, то есть возглавил внешнюю политику. Он был категорически против создания еврейского государства и сказал президенту Трумэну, что если вы согласитесь, я выступлю против вас. Для Трумэна это была катастрофа, потому что это был предвыборный год. Трумэн собирался баллотироваться вновь. Шансы у него были очень невелики. Выступление против него невероятно популярного человека с такой незапятна на репутации могло поставить крест на его карьере. Почему Джордж Маршал был против? По той же причине, какой весь американский истеблишмент. У арабов в руках нефть, у палестинских евреев ничего нет. Какой смысл выступать против тех, в чьих руках нефть? Министр, военно-морской министр Джеймс Форестов, тот самый, который там выбросится из окна, он сойдет с ума. У нас принято говорить, что он выбросился из окна с криками «идут коммунисты». Нет, на самом деле он кричал, что за ним идут евреи. Он помешался на еврейском заговоре. Он просто говорил, мы должны быть на стороне нефти. Американский флот нуждается в топливе. Топливо это нефть, нефть мы покупаем на Ближнем Востоке. Ближневосточная нефть принадлежит арабам. И все. Это означало, что Соединенные Штаты проголосуют против раздела Палестины и создания двух государств. И в этот момент невероятная поддержка Сталином делосианистов произвела глубочайшее впечатление на президента Соединенных Штатов Гарри Трумэн. Он сказал, ну уж если Сталин поддерживает сианистов, то как же я могу их не поддержать? У нас к Трумэну такое отношение достаточно презрительное было. Когда-то там один жалкий драматург написал пьесу о нем, что-то такой бесноватый галантерейщик или еще что-то. На нем было принято издеваться. Он действительно был очень простым человеком из простой семьи. Мы когда снимали такой сериал о холодной войне, приехали, нашли его дом. Ну я вам скажу сейчас, уважающий московский человек в таком домике не поселится нынче. Жил очень просто. Он когда перестал быть президентом, вернулся себе в родные края, жил на пенсию, которая ему полагалась как ветерану Первой мировой войны. Он ушел на Первую мировую войну, когда мог этого не делать. Он по возрасту и по состоянию здоровья призыву не подлежал. Он одним глазом вообще не видел. Он выучил эту таблицу, обманул, значит, офтальмолога, был зачислен вооруженной силой, а служил в национальной гвардии. А в Соединенных Штатах в национальной гвардии выбирают командиров. Его избрали командиром батареи, капитаном. А он, в общем, мало учился. Налег на арифметику, на математику, научился, у него батареями и все более потери. Он был очень религиозным человеком, очень набожным. Им руководили те же мотивы, которые руководили Лой Джорджем и Бальфором и руководят американскими протестантами, которые более чем кто бы то ни был еще поддерживают Израиль. Он считал это своим долгом. Но долг долгом, а политическая карьера политической карьерой. Если тебе прямо говорят, что если ты проголосуешь, дашь указание голосовать за Израиль, ты лишишься возможности быть переизбранным. Непростой выбор. Сталин помог. Такая невероятная, откровенная, прямая поддержка производила сильнейшее впечатление. Сейчас можно прочитать всю переписку между Центром, между Министерством иностранных дел, коматом, Министерством иностранных дел и нашим дипломатами в Организации Объединенных Наций. Формулировка такая. Спросите у представителей сионистского движения, они за или против. Если они за, мы голосуем. Если нет, мы голосуем тоже против. То есть просто поддерживайте их позицию. Это санкции Сталина. И Трумэн решился. Трумэн решился. Трумэн решился и пошел против собственного эстеблишмента и проголосовал за раздел Палестины и создание там двух государств. Правда, Соединенные Штаты признали Израиль де-факто. Первым признал Советский Союз де-юре. То есть де-факто и де-юре это не просто слова. Это совершенно другой уровень представительства. Поэтому первого советского посла в Израиле встречали с восхищением. Хотели назвать одну из улиц именем Громыка, но это уж наши не захотели. В общем, государство не создается в один день. Сейчас, когда мы, ну что сейчас, десятилетия, когда мы наблюдаем за бесконечными протестами палестинских национальных движений против еврейского государства, кажется, что тем, кто не занимался историей этого вопроса, что ну вот обидели народ, отхватили чужую территорию, создали свое государство, а другим не дали такой возможности. Но когда ты обращаешься к истории, ты видишь простую вещь. Многие годы ушли у палестинских евреев на подготовку создания еврейского государства. Ушли многие годы. Палестина была жалким зрелищем. Когда ты читаешь, тех, кто там побывал в 20-е годы, вот уж место, где никто не хотел жить. Но приезжали люди, которые оставались там и своим потом и кровью превратили это в процветающий край. Но это надо было вложить колоссальные силы. Они это сделали. Создать государство означало подготовить его создание. И огромное число палестинских евреев было вовлечено в этот процесс. Больше никто, ни дня, ни секунды, никто из палестинских арабов не занимался созданием будущего государства. Даже вопрос такой не обсуждался. Никто и не собирался создавать на той территории, которая была определена решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, никто и не собирался создавать государство палестинских арабов. Никто в голову не приходил. Это были совершенно другие идеи. Соседние государства просто решили поделить эту территорию. Зачем создавать какое-то государство кому-то, если это просто будет моя земля? И когда британцы спустили свой флаг и прекратилось действие мандата выданного Великобритании на управление Палестины и британские войска стали грузиться на корабли, то соседние арабские государства со всех сторон атаковали, вошли на территорию Палестины просто для того, чтобы захватить и поделить эту землю. Не для того, чтобы создать государство палестинских арабов, в голову не приходило. Нет, просто поделить эту землю. Никто не ожидал 70 лет назад, что государство палестинских евреев просуществует хотя бы несколько дней. Джордж Маршалл, профессиональный военный, сказал представителям Сионерской организации, ну вы же будете сброшены в море. Зачем вы это делаете? Ну подождите. Он, правда, услышал в ответ, что мы ждем уже 2000 лет и нас не объедешь в поспешности. Ну это все слова. А тут огромная армия и хорошо вооруженная. И эмбарго на поставки оружия на Ближний Восток. Но эмбарго не распространяется на Британию, которая по уже давно заключенным контрактам продолжает снабжать арабские армии. Оно, эмбарго, распространяется только на только, что созданное еврейское государство. Вот ему нельзя поставлять оружие. Великобритания отказывается, Франция отказывается, Соединенные Штаты отказываются, а воевать надо. Сталин приходит на помощь. Сталин сделал три вещи. первое. Он разрешил отпустить польских евреев в Палестину. Это противоречило духу социалистического государства. Из социалистического рая человек уехать не должен. Но он разрешил полякам. Из Польши пусть едут. Он разрешил Чехословакии продать палестинским евреям трофейное оружие, оставшееся на территории Чехословакии. Его надо было доставить на самолет. Несколько самолетов летали. Я читал воспоминания этих летчиков. Летчики были добровольцы. Они знали несколько аэродромов, где они могут садиться, но сядут. Не там их просто убьют. Они описывали, как они прилетали. Их окружали люди, которые брали эти оружия, отправлялись в бой. И испытывали. Они понимали, что должны помочь. Они садились и взлетали вновь. И летели опять за оружие. Это были в основном американцы. Участники Второй мировой войны. Соединенные Штаты приняли закон, запрещавший им участвовать в военных действиях за границами Соединенных Штатов. И ждало уголовное наказание. Они все равно продолжали летать, потому что они хотели помочь. продали оружие и продали несколько самолетов. Эти несколько самолетов немецких были подняты в воздух и напугали чудовищную египетскую армию, которая разбежалась. Никто не ожидал, что это первая война. 1948 года война за независимость будет выиграна. Она должна была быть проиграна. Она была выиграна, потому что с одной стороны сражались люди, которые знали, за что они сражаются и ради чего. И которые понимали, что если этот шанс будет упущен, то второго не будет больше никогда. А с той стороны были люди, которые пришли захватывать чужое. Ну, в общем, особенно им, конечно, умирать за это не хотелось. Они проиграли эту войну. Они проиграли от войны, отступили. Земля, которая решением Генеральной Ассамблеи ООН была выделена под создание государства палестинских арабов, осталась в их руках. Они могли создать там государство палестинских арабов. Они просто поделили. Сектор газа отошел к Египту и управлялся там самым таким колониальным образом. Западный берег реки Ордан отошел Трансиордания. Так-то назывался Иордания. И 20 лет эти два государства будут управлять землей, которая была выделена под создание государства палестинских арабов и шага не сделав для того, чтобы создать там государство. И в Гулум эта мысль не приходила. Она возник только после войны 1967 года. Чего-то знает взгляд из сегодняшнего дня. Может быть, конечно, палестинским евреям надо было как-то по-другому относиться к палестинским арабам. Я не знаю. Со стороны очень так легко судить и опасно. До Первой мировой войны отношения между двумя общинами были вполне доброжелательными. Все изменилось, конечно, после Первой мировой войны, когда распался этот халифат, Османская империя, стали создаваться национальные государства и проснулись национальные чувства. Проснулся национализм, который потом стал подкрепляться религиозным экстремизмом. Если везде создаются национальные государства, то я хочу жить в государстве, где я буду большинством. Зачем мне быть меньшинством в твоем государстве, ты будешь меньшинством в моем. Это происходит повсюду. И начинают очень быстро появляться вирулентные арабско-националистические движения. Очень характерна судьба коммунистического движения в Палестине, которое тщательно создавалось Советским Союзом. А ну, коммунистическое движение, разумеется, должно было быть в общину. То есть евреи и арабы, конечно, должны были вместе ссать в Компартии и показывать собой пример сосуществования, сотрудничества. Ничего не получилось, потому что очень быстро пошла арабизация коммунистических партий, из которых изгонялись евреи как представители империалистического Запада. Это очень характерно. Потом на это наложились религиозные противоречия и образовалась эта чудовищная амальгама ненависти, которая живет и существует на Ближнем Востоке все эти десятилетия. Я читал записки одного журналиста израильского. Он нашел записи 20-х годов в одном из кибуц писал о том, что пройдет время и здесь будет стоять памятник еврейскому и арабскому рабочему, которые вместе создали единое государство. И этот журналист писал, да, там стоит памятник трем поколениям евреев, которые погибли в боях с арабскими националистами.